итак есть один прикол я снимал это видео уже час и вышло 30 минут монтажа но еще был минус то что мой голос не записался так что я буду все озвучивать сам и так перед стартом собирание двигателя я решил поесть так как голод был немного у меня увеличен и я понял что в холодильнике не осталось еды кроме питья и позже думал как заехать магазин и многие другие торговые точки без этого самого скутера который я потерял на складе когда я подошел к машине я думал с чего же первого начать ну и также в настройках я выключил эту отвратительную траву первым что я начал делать это доставать это колесо которое в первый раз засунул сюда и это было довольно легко после этого я решил посмотреть какие детали здесь имеются первым делом я решился установить руль в салоне поставить руль это было легко а чтобы закрутить и об этом не подумал и сел же сразу салон сразу подумал а чё бы нет сейчас бы завести разобранный мотор но как всегда он не заводился а позже я вспомнил что в гараже есть свет так что это поможет нам ночью позже я взял ящик с инструментами но я понятия не имел как в этой игре его открыть позже посмотрю на окно которое располагается моем доме и увидел наконец-то стейк из майнкрафта позже я взял приборную панель и поставил туда где надо позже я начал запоминать какие-то части двигателя есть находится тут и провода и свечи и ремень и карбюратор и вообще все но это вам не точная копия my smr-car или cars механик симулятор 2021 года позже немного начал изучать и сам пикап позже я увидел такую картину позже я решился взять за этот грёбаный ящик но я не понимал как его открыть позже снова начал думать с чего же начать позже я наконец-то каким-то образом открыл этот ящик ну и конечно же стал закручивать этот роль ну или опять вставлять обратно потом стал изучать этот ящик и взял ключ на 19 думая что он подойдет но как оказалось он не подошел ну чтобы не ходить туда-сюда я взял просто этот ящик да что ж ты будешь делать позже каким-то образом я случайно застрял позже я начал подбирать ключи сначала 19 потом 10 но они не подходили единственный был вариант взять ключ на 14 но руль как назло опять упал спустя столько пыток с малым fps и наконец-то смог закрутить руль на прежнее место позже опять стал думать что же первым сделать и первым был вариантом поставить гбц позже работа пошла я взял гбц и стал медленно положить на двигатель я все немного ускорил в 1.9 чтобы вам не было скучно крутить болты тут было не сложно после установки гбц я взялся за крышку к нему не подходи ни один ключ я узнал что это за отвертка она проверяет состояние и можно починить но крышка гбц и не наблюдалась в ремонте позже я решил включить свет так как дело уже подошло к вечеру я взял распредвал но когда хотел посмотреть куда его класть я не увидел отметки куда его класть я думаю что его рано вставлять я взял ремень но его тоже было рано вставлять но позже сами смотрите позже я решил остановить запись и включить тот момент когда я собрал уже пол движка это было долго и немного мучительно но за пять минут я получил вот такой вот результат оставалось только закрутить колесо и еще несколько деталей аккумулятор ремни распредвал бампер свечи провода все мне это оставалось сделать и заправить машину и тормозную жидкость и антифриз я был рад своей работой и я продолжил дальше приблизительно прошло 4 минуты еще четыре или пять минут у меня ушло на сборку прошло уже 10 минут с того момента как я начал собирать двигатель но это было не точно и я походу каким-то образом опять застрял осталось совсем немного до сборки упс я забыл приборную панель закрепить итак первый тест запуска двигателя погнали ну и как я уже понял почти разобранный двигатель не запустить шесть минут спустя ушло еще шесть минут на сборку я поставил свечи провода подключил и ремень но также поставил бампер капот и колесо осталось было понять как достать этот домкрат я решил открыть капот чтобы показать что я сделал тадам вот и весь двигатель но я так и не знал куда сувать этот распредвал позже когда я снял крышку гбц я понял что его нужно было сувать сюда а позже я наконец-то взял этот распредвал и положил туда куда надо тадам ну а позже стал опять угадывать какой ключ надо чтобы взять и монтажировать его но в последний раз я угадал с ключом 10 после этого я взял крышку и поставил на место а позже подумал когда я заведусь я буду тут гонять по горам кина но это все равно не точно все сборка окончена осталось узнать как же достать этот гребаный домкрат после сборки на столе уже ничего не оставалось как тормозная жидкость антифриз и бензин все я наконец-то достал этот гребаный домкрат но перед тем как заводить двигатель мне надо поспать главное еще дверь не забыть закрыть а то вдруг кто-то придет вообще ладно уже спокойней ночи один сон спустя и так настал тот самый момент когда я запущу двигатель полностью собранный и так давайте мы это уже начнем он черт возьми работает и так спустя больше 20 минут но я не знаю сколько я наконец-то взял собрал и завел двигатель теперь мы можем наконец-то сделать первый тест наш пикапа так ставим на первую передачу убедимся что все стоп в смысле у меня что ли закончился бенз у меня же было полтора бензина в баке почему он так быстро потратился но это не точно что это бенз может и это я где-то за рука жопил я снова пытался его запустить после пуска он успешно заглушился ладно не окорчаемся попробуем еще раз нет во второй раз тоже не запускается давать еще раз самое странное что как-то бензин немного кончается когда я пытаюсь запустить до нуля теперь походу у нас появились проблемы с двигателем но не только с двигателем но и с едой и многим чем еще но это уже другая история которым мы разберемся в следующей серии так что если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал но с вами был макс всем удачи и всем пока а я пока пойду похавать а у меня же еды нет подписывайтесь на мой канал Продолжение следует...